Уровень воды в Оренбурге поднялся на 21 сантиметр. По данным Оренбургского гидрометеоцентра, паводковые воды уже приближаются к отметке в 4,5 метра. Однако жителям областного центра переживать пока рано, успокаивают синоптики. До критического уровня чуть меньше половины. Однако на востоке области ситуация менее спокойная. Уже принято решение закрыть ледяные переправы между Россией и Казахстаном, сообщают наши орские коллеги. Это связано с тем, что лед становится все тоньше. В частности, речь идет о временном прекращении работы переправы между населенными пунктами Леневка, Чингерлау и Озеркишек-Тыбай. А вот такая картина в Илекском районе. Затоплены поля и вода продолжает пребывать. Совершенно не готовы оказались поселки экспериментальные. Сегодня за считанные часы затопило сразу несколько жилых домов. О первых жертвах в весенней стихии расскажет Анна Немых. Она же пыталась выяснить, только ли природа виновата в несчастьях людей. Что делать дальше, куда идти и как спасать все нажитое? У жителей поселка экспериментально сейчас больше вопросов, чем ответов. Еще утром они даже предположить не могли, что вода подберется настолько близко. Все это произошло из-за того, что вчера к концу рабочего дня в 5 часов глава администрации поселка Первомайский самовольно принял решение перекопать большую плотину и спустить оттуда воду. То есть это было без согласования нашего, без согласования хотя бы предупредили, хотя бы провели какой-то мониторинг, ссылаясь на то, якобы затапливают у них улицы. Мы сегодня проехались, ну да, вода стоит, но ни один дом не затоплен. Себя обезопасили, а думать, что будет с поселком экспериментальным, которое находится ниже, по всей видимости, не в компетенции главы Первомайского постсовета, возмущается Андрей Козлов. В итоге сегодня паводковые воды, холодные и грязные, уже вплотную подошли к жилым домам. Вода пребывает на глазах. Еще в полдень, вспоминают жители, здесь было совершенно сухо. Сейчас время 20 минут третьего, и до дома остаются считанные сантиметры, что будет к вечеру. Жители даже боятся предположить. К такому наплыву люди даже подготовиться не успели. Дома семей Мирных и Кушеновых находятся в Низине. Именно они сегодня оказались в самом эпицентре весенней стихии. Вот это крыльцо все в воде. Вот сейчас вечер, вот это все будет залито. И начнется вода в доме, вот там, видите, какой. Все лопнутое, все треснутое. Каждые два года вот так нас затопнет. Ничего абсолютно никому не надо. До этого, я же говорю, был Кулин, сейчас Козлов. Вот обратилась я к нему сегодня, позвонила. Он мне сказал, что ваш дом приватизированный, мы вам ничем помочь не можем. По поводу оказания какой-то помощи на совет депутатов мы вынесем, значит, и, соответственно, после расчетов, конечно, поможет. Я надеюсь, что эта ситуация до конца дня как бы нормализуется, вода уйдет все-таки. Но вечером вода не ушла, наоборот, затопило веранду и зал, сообщили жители. Паводок, как и любая другая стихия, у нас в области всегда приходят почему-то неожиданно. И о возможности затопления людей никто не предупредил. Что будет дальше и ответят ли те, кто причастен к нежданному плаводию, пока большой вопрос. Но надежда у этих людей все же есть, ведь другого выхода стихия не оставляет.